Добрый день! Сегодня мы пропонуем студентам трошки поразмолять по-белорусски. Студенты могут подойти к нам и рассказать, как у всех этих речей будет по-белорусски. Например, как будет по-белорусски зеркало, люстерка, как будет по-белорусски рушник. Поговорить по-белорусски, обсудить проблемы экологии и энергоэффективности, разобраться с новыми интересными техниками ручного творчества. И это не полный перечень того, что предложили студенты-волонтеры гостям большого первого в истории университета праздника добровольчества. Представители каждого факультета выбрали для себя актуальную проблему и попытались рассказать о ней доступно и популярно. Мы проводим акцию по гендеру. То есть мы предлагаем прохожим выбрать то, что им больше подходит. Либо стереотип, либо уже убеждение. Первый волонтерский форум объединил в стенах Пушкинского университета всех представителей одной большой внутривузовской организации – Академии добровольчества. К слову, подобного объединения нет ни в одном высшем учебном заведении Беларуси. У волонтеров-пушкинцев уже есть большой опыт профильной работы, которым они с радостью могут поделиться с другими представителями молодежного сообщества. Наши волонтеры уже вышли на международную арену достаточно давно, на протяжении многих лет. Мы сотрудничаем с фондом итальянским «Поможем им жить» и реализуем совместные проекты. Отрадно, что уже в этом году второй раз нам удалось организовать летнюю школу молодежную волонтеров международную, в которой наши студенты проводили мастер-классы и учили итальянских студентов и руководителей общественных организаций, как правильно, профессионально оказывать помощь различным категориям населения. 4 апреля проходил первый парад студенчества, тоже который вызвал большой интерес не только у студентов, но и у жителей города Бреста. Сегодня проходит первый форум студенческих волонтерских инициатив. Сегодняшний форум как раз покажет преемственность поколений, готовность сегодняшнего студенчества помогать людям, показывать помощь безвозмездную. И это помощь разноплановая, и помощь детям-инвалидам, и помощь старикам, и донорская сдача крови безвозмездная, которая говорит о том, что в общем-то у нашего студенчества сформированы такие понятия, как жить для других, помогать людям, и это дорогого стоит. Первый волонтерский форум прошел в рамках цикла мероприятий, посвященных Дню Победы. Кстати, в большой волонтерской программе есть отдельный социальный проект, направленный на помощь и поддержку участников Великой Отечественной войны. Поэтому именно они в эти дни в числе почетных гостей праздника. Первый пока внутриуниверситетский форум состоялся, а потому настало самое время для того, чтобы продумать и организовать подобный праздник волонтерства в следующем году. Правда, с другим статусом – республиканским или международным.